МАЙС ТВ представляет. Все самое интересное из мира МАЙС. Смотрите прямо сейчас. Друзья, вас приветствует МАЙС ТВ. Как всегда, все самое интересное из мира МАЙС. Смотрите в нашем дайджесте и читайте на нашем сайте. Сегодня наша камера находится в Барвиха Лакшери Уиллоч, где сегодня происходит премия события года. Индустрия не стоит на месте. Все меняется, все развивается. На место простым ведущим приходят цифровые, но человеческий фактор и человеческий ресурс, я бы даже так сказал, никто не отменял. В общем, смотрите внимательно, кто же выиграл, кто победил, кто доказал свое звание лучшего организатора события года. Основная цель премии события года – показать возможности и перспективы нашей индустрии. Выявить лидеров, на которых можно и нужно равняться. Продемонстрировать высочайший уровень организации мероприятий, которые стали событиями года. МАЙС ТВ сегодня в зале Барвиха Лакшери Уиллоч. И здесь есть о чем и с кем поговорить. Финал премии события года, собравший цвет российской ивент-индустрии, вылился в грандиозное профессиональное и светское мероприятие. В этом году в розыгрыше премии события года участвовало несколько сотен мероприятий. Шорт-лист номинантов, вышедших в финал, включал несколько десятков событий. Фестивали, корпоративные праздники, презентации новых продуктов известных брендов, концерты, спортивные мероприятия, автомобильные шоу, благотворительные акции, фэшн-показы и светские ралты. События достойные, но еще более достойными мы считаем команды ивент-агент, которым удалось сделать это. Давайте пообщаемся с ними. Я считаю, что организатор должен обладать на самом деле не таким большим количеством функций, которым очень часто любят сами организаторы рассказывать калуарно. Первое из них – это дисциплина. Второе – это всегда нужно отвечать за свои слова. И третье – нужно соответствовать тем ожиданиям, которые на вас возлагаются. Их не так трудно узнать и уловить. Если следовать этим правилам, то вы будете делать действительно хорошие, успешные, качественные мероприятия. Можно добавить, конечно, щепотку таланта и задора и азарта. Это, безусловно, не помешает, а будет только на пользу. Но основные ингредиенты блюда, они вот все-таки три, которые я перечислил. С точки зрения организации, это было достаточно серьезное мероприятие. Несмотря на то, что она проходит всего два дня, мы готовимся к нему долго, несколько месяцев, пожалуй. И действительно над ним трудится совершенно потрясающая и очень большая команда. Несмотря на то, что есть люди, конечно, менеджеры проекта и громадная постгруппа, у нас громадное количество волонтеров, чтобы реализовать этот проект. Поэтому без команды, конечно, это сделать невозможно. Знаете как, есть такая фраза, старая, застарелая, хорошо делай, хорошо будет. Нужно обладать искренней самоотдачей к тому, что ты делаешь каждый день. И тогда результат, ну, не заставить себя ждать. Это самое главное правило для нас. Проект года для нас, это в номинации региональное событие года. Это проект Megafon Live. Близкие города, близкие люди. Это невероятный проект уникального формата, музыкальное событие с концертом в двух городах, параллельно идущих, с исполнением финальной совместной песни с двумя артистами в разных городах. Я считаю, что это действительно заслуженная награда всей команды, компании Megafon. Оно действительно региональное. Было 10 городов нашей страны. И мне кажется, что это то, что мы ожидали. Одни события удивляли дерзостью замысла, другие затрагивали душевные струны. Только представьте, как нелегко выбирать из такого многообразия. Это было чрезвычайно интересно, захватывающее. Очень много номинаций самых разнообразных. Невероятное количество интересных проектов, ярких, запоминающихся. И иногда невозможно было оторваться от видеороликов, насколько они были творческие, насколько люди подходят с душой к своему делу. Поэтому это было бы удовольствие просматривать все эти работы. Было ощущение, какое количество времени, усилий потратили специалисты на организацию этих событий. Награды присуждались в 32 номинациях. Гран-при получило агентство «Департамент Креатив Ивент Маркетинг», собравшее самое большое количество престижных наград. А какими компетенциями должно обладать агентство, чтобы претендовать на звание организатора мероприятия, уровня события года? Хочу сказать, что когда мы ставили перед собой вопрос, для чего мы все это делаем и что мы хотим людям сказать, решили, что хотим говорить только о новом и захватывающем. Новое и захватывающее. Вот в чем фишка. Это фишка именно нашего агентства. Это то, что мы хотим транслировать аудитории, публике. И мы выбираем в мире самое новое и самое захватывающее. Те технологии, которые нас не оставляют равнодушными. И каждый раз, если мы что-то уже сделали, это перестает быть новым. В следующий ивент нужна новая технология. В некотором смысле, да, придут роботы, они уже пришли. Пришли дроны, которые теперь и светят сверху, и видео показывают, и приносят что-то, и уносят. Когда-нибудь они будут нашими курьерами. Но я надеюсь, что креативные идеи будут всегда за человеком. И что двигать прогресс все равно нужно другого выхода. Призы победителям вручали известные медийные персоны. А пока на сцене звучали поздравления, в фойе концертного зала Барвиха Лакшери Уиллоч новоиспеченные лауреаты делали селфи, отмечали победу и обсуждали друг с другом новые проекты. Профессионалы праздника готовятся порадовать публику очередными яркими событиями. Майс ТВ благодарит всех организаторов за прекрасную премию. И всем лидерам ивент-индустрии страны мы искренне желаем создавать События Года в своей ежедневной практике. Это был специальный репортаж с премией События Года. И помните, the world is mice. Это был Дайджест Майс ТВ. Все самое интересное из мира Майс смотрите и читайте на нашем сайте. Майс ТВ. Ру